Музыка Очередная смерть на воде в Мордовии. В Луховском пруду утонул 30-летний мужчина. Его тело обнаружил случайный очевидец 7 июля. Он обратил внимание на оставленные на берегу вещи, а когда осмотрелся, увидел, что в воде виднеется человек без движения. Мужчина тут же вызвал экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Житель региона задержан по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Преступную деятельность 22-летнего жителя Саранска пресекли сотрудники регионального УФСБ. Установлено, что молодой человек совместно с неустановленными лицами причастен к организации нелегального вывода денежных средств банковских карт. Согласно отведенной ему роли преступной схеме, фигурант подбирал из числа жителей региона так называемых дропу – подставных лиц. Приобретал у них банковские карты с данными от личных кабинетов, которые впоследствии сбывал заказчиком из города Москвы. В течение трех месяцев в прошлом году по картам, приобретенным в Москве, он обналичил более 5 миллиардов рублей. По месту проживания фигуранта изъяты средства связи, компьютерная техника, а также 10 оформленных на разных жителей региона банковских карт. Расследование уголовного дела продолжается. В скором времени в суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Качкуровского района, убившего односельчанина. По данным следствия, 8 мая он был в гостях у 66-летнего жителя Подлесной Тавлы. Мужчины выпивали и в процессе поссорились. Тогда гость ударил односельчанина ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. В правоохранительные органы о случившемся сообщили соседи убитого. В ходе осмотра места происшествия следователи, и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета зафиксировали обстановку на месте происшествия и изъяли орудие преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В суд направлено уголовное дело в отношении двоих грабителей из Тазина. Женщина с сожителем была в гостях у общего знакомого, который жил с 82-летней матерью. Когда спиртное затмило разум, гости решили ограбить бабушку. Мужчина ударил беззащитную пенсионерку, схватил ее за руку, чтобы она не сопротивлялась. А женщина в это время обыскала карманы одежды хозяйки дома. Нашла 136 тысяч рублей и забрала их. После этого гости ушли, но впоследствии были задержаны полицейскими и заключены под стражу. В настоящее время в отношении 46-летней жительницы села Тазина уголовное дело направлено в суд. В отношении ее заучастников суд направлено в уголовное дело с постановлением для применения принудительной меры медицинского характера. Желание дополнительного заработка обернулось потерей более 700 тысяч рублей для 22-летней студентки из Саранска. С девушкой связался неизвестный через мессенджер и предложил дополнительный заработок на инвестиционной бирже. Уже специалист убедил клиента, что для дальнейшего получения прибыли ей необходимо скачать определенное приложение, зарегистрироваться в нем и вложить деньги. На протяжении нескольких дней девушка вносила крупные суммы на инвестиционный счет. А когда захотела вывести заработок, сотрудник бирже перестал выходить с ней на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, заявительница обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Еще одна жительница Саранска перечислила мошенникам 355 тысяч рублей. 20-летняя девушка поверила неизвестному, который в телефонном разговоре убедил ее перевести свои сбережения на безопасный счет, чтобы предотвратить несанкционированную операцию. МВД по республике Мордовия призывает местных жителей внимательнее относиться к информации, сообщаемой вам телефонными собеседниками. Никогда, ни под какими предлогами не переводите свои деньги на посторонние счета. Два с половиной года будет расплачиваться за мошенничество 22-летний житель поселка Луховка. Полицейские задержали его после сообщения 67-летней жительницы Рузаевки, у которой молодой человек забрал 500 тысяч рублей. Их женщина отдала, поверив в схему, ваш родственник попал в ДТП. Фигурант рассказал, что нашел объявление о возможном заработке на канале одного из популярных мессенджеров. Заказчик сообщил адрес, по которому нужно было прибыть для получения денежной посылки. Забрав ее, злоумышленник перевел большую часть денег на указанные реквизиты, оставив 10% от суммы себе в качестве заработка, который в дальнейшем проиграл в онлайн-казино. Кроме того, в ходе следствия стало известно, что молодой человек несколькими днями ранее забрал еще 100 тысяч рублей, из которых он оставил себе 10 тысяч. Суд определил курьеру мошенников два с половиной года принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Ни дома с баней, ни денег. 45-летний житель Саранска обманул заказчика стройки на полтора миллиона рублей. В ноябре 2022 года он обещал, что выполнит строительные работы. Договорившись о сроках и оплате, мужчины заключили договора подряда на строительство. Срок сдачи объекта был определен на июнь 2023 года. В качестве предоплаты фигурант получил полтора миллиона рублей, но исполнять взятые на себя обязательства не планировал. Денежные средства житель Саранска использовал в личных целях, в том числе на погашение своих финансовых задолженностей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В минувшие выходные трое несовершеннолетних стали участниками ДТП. 6 июля в Ичалковском районе около 12 ночи 28-летний водитель на Митсубиси Лансер сбил компанию подростков. Двоих 16 лет и одного 15 лет. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются. 7 июля в Саранске на пешеходном переходе был избит 17-летний юноша. В 19.20 на улице Полежаева 43-летний водитель иномарки Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. В Темниковском районе 6 июля перевернулся автомобиль Fiat Albea. По предварительной информации, 45-летний мужчина за рулем иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Травмы получила 45-летняя женщина-пассажир. Ей назначено лечение. За скоростную езду поплатился гонщик в Саранске. 4 июля в Октябрьском районе на Качкуровской трассе перевернулся Lexus. Авария произошла около 11 вечера. 38-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением иномарки. В итоге оказался в кювете. По информации госавтоинспекции, в этом году мужчина 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из которых 31 раз за превышение скорости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова